Палитра и красок блещет карнавал. В Иванове уже 16-й раз отмечают Международный день студента. Отправиться в импровизированное путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья можно было прямо из Центра культуры и отдыха. Более 100 участников, около 700 гостей. В свете мировых трагических событий это мероприятие стало символом объединения, сплоченности и, конечно, дружбы народов. Познание культур – это всегда настоящая борьба с терроризмом. Люди, которые любят друг друга, которые понимают друг друга, они никогда не станут террористами. Конечно, для нас еще важно, чтобы иностранные учащиеся почувствовали Иванова как свой родной дом. Гостей праздника встречают с истинно русским радушием. Тут и накормят, и напоят, и в вихре национального танца закружат. Девушки из Узбекистана сразу обращают на себя внимание яркими костюмами. Их неизменные атрибуты – тюбетейка и камзол, расшитые бисером. Сама из столицы, из города Ташкента. Сегодня мы всех угощаем нашими традиционными блюдами. К примеру, плов, самса, наши национальные лепешки, всякие сухие фрукты. Выставочные стенды ломятся от различных диковинок. Тут и глиняные игрушки-свистульки, и самотканные коврики, и национальная валюта. Сегодня каждый готов провести краткий экскурс в историю своей страны. Мы показываем свои национальные одежды, там всякие музыкальные инструменты еще какие-то. Вот видите, там называется, это называется рабап. Это называется наша национальная шапка муская. В данном ситуации в мире, что не творится, там, вы сами об этом знаете, что там бывают некоторые теракты в терроризме, там, и чтобы народ жил дружно и знал друг друга. В хороводе пестрых костюмов, громкого смеха и заводных танцев все сливаются воедино. Здесь не говорят о политике. На этом празднике нет никаких правил, кроме одного – улыбаться и не выпадать из общего танцевального ритма. В первый раз так попробовали, чтобы концерт организовать, но я думаю, что очень успешно все произошло и очень замечательно. Главное знать культуру всех национальностей, понять, что тебе нравится, какая музыка. Мы очень рады, что мы учимся в России. После выставки праздник плавно переместился в концертный зал ЦКИО. Здесь, в более спокойной обстановке, вручили грамоты лучшим иностранным студентам города и области. А в подарок победителям их соотечественники подготовили творческие номера. Стабильная обстановка в мире возможна только, если народы будут дружить, если их культуры будут гармонично пересекаться, если мы все будем смотреть на приезжих как на друзей, а не как на потенциальных террористов или тех людей, от которых мы ждем какой-то угрозы. Молодые люди, приезжая учиться в Россию, не бывают дома по полгода, а то и больше. Такой праздник, кроме всего прочего, это возможность для иностранца ненадолго перенестись за тысячи километров и почувствовать себя на родной земле.